Спорт-ФМ. Сто процентов хоккея. Призером, так это называется, молодежной хоккейной лиги. Это даже 2013, а 2013-2014 обладатель. Хорошо, двойной, значит. Двойной супер раститулованный гость. Вот как я это расскажу. Самое главное, мы сегодня будем раскрывать тайны молодежной хоккейной лиги. У нас такое бывает редко, поэтому очень здорово, что ты пришел. Большое спасибо. А вы пишите ваши вопросы на номер 5533, начиная со слова «спорт». Также еще всех ждет розыгрыш билетов. Вы сможете попасть на любой матч континентальной хоккейной лиги, только если угадаете. Я подготовила вопрос, но об этом чуть позже. Артем, ну и сразу вопрос на засыпку. Что делают хоккейные эксперты во время паузы на Евротур? Смотрят Евротур. Ну, в принципе, этим буду заниматься я. Но эта пауза-то, она в чемпионате континентальной хоккейной лиги, а чемпионат ММХЛ продолжается, допустим. Поэтому есть чем заняться, на самом деле, Даша. И, ну, также можешь включить, например, «Спорт.ФМ», там 100% хоккей послушать. Ну, это, конечно, по желанию, но тоже как вариант. Спасибо большое, что у тебя есть такое желание. Ну, давай сразу тогда продолжим. Скоро состоится кубок вызова. Расскажи для тех, кто еще не знает, что это такое, что интересного там происходит. Слушай, Даша, ну это кубок вызова – это фактически матч звезд молодежи хоккейной лиги. Но здесь есть одно большое отличие от матча звездки хоккейной лиги. Туда едут-то лучшие игроки, да, молодежь хоккейной лиги. Но там вы никогда не увидите счет, ну, вот как был в последний раз, там, сколько, 26-24 или и того больше. То есть там за 15, там даже за 10 шаг не забьют. Потому что вратари лучше? Нет, Даша, не потому что вратари лучше, а потому что матч звездка ХЛ – это развлекательное соревнование. А матч звезд МХЛ, так как игроки еще молодые, они не столько повидали в хоккее, чтобы вести себя на площадке расслабленно. И на самом деле матч звезд МХЛ – это просто битва. То есть там показывают конкретно, кто сильнее – Запад или Восток. Кто формирует составы или как они формируют? Ну, как обычно, зрители. Все зрители, а как же с ней? Конечно, голосование идет, идет голосование. Ну, кстати, по-моему, по одной пятерке выбирают тренера коллективов. Но вообще на сайте МХЛ было голосование. То есть там лучше, естественно, вот поехали. Ты уже изучил составы? Насколько они оптимальны? Ну, на самом деле, как обычно, все спорно. В принципе, ну, лидеры, конечно, присутствуют. Тут и лучшие бомбардиры есть, и игроки, которые уже не первый раз участвуют в Кубке Вызова. Ну, составы оптимальны. В принципе, там, ну, для, знаешь, любого человека, кому-то кто-то просто нравится больше, кому-то кто-то нравится меньше. И, в принципе, кого-то можно и поменять, но так, естественно, выбирают же зрители. Поэтому общим голосованием, в принципе, я считаю, что самый оптимальный состав у нас собрался в этом году. Ну, смотри, в этом сезоне несколько тренеров МХЛ отправились в КХЛ, да? Вроде как игроки таким же увлекаются. Ну, и насколько это часто явление, во-первых? И как, допустим, отъезд тех же тренеров в Динамо, в Динамо и Трактор отразился на команде? Теперь уже МХЛ, я имею в виду. А, я понял. Но... Запутывают тебя. Нет, ты не запутал, например, команда МХЛ Белого Медведя. Они, в принципе, и до этого, ну, вот когда ушел тренер, да, в КХЛ, в принципе, там, я не сказать, что по игре что-то поменялось. Во всяком случае, ситуация в турнире таблицы у Мишек осталась примерно та же, там, на грани плей-офф. А вот, что касается Динамо, то тут я, наверное, даже сказать не могу, потому что все-таки Орешкин, он немножко... Он, да, тренировал когда-то, но вообще он тренировал же еще и ХК МВД, это высшая хоккейная лига. И тут он, он, лично он пошел на повышение. Как это сказалось именно на команде МХЛ, тут, Даш, я тебе не отвечу. Хорошо. Если мы рассматриваем турнирную таблицу сейчас, на данный момент, в молодежной хоккейной лиге, тебя кто-то радует на это? Ой, конечно. Даже недавно говорит, рассказывай. Сборная до 18 лет наша под руководством Виталия Прохорова. Ну, это как... Это у нас первый раз введено. Немножко, скажем так, немножко украли идею у американцев. Но, в принципе, как вот я недавно и читал интервью Прохора, он сам говорит то, что украли как бы основу, а на самом деле все немножко по-другому. И, в принципе, он там так все здорово объяснил, то, что игроки живут вместе. Некоторые игроки, которые там хорошо себя показали, они могут отправиться на несколько матчей в клуб, проверят других. То есть тут идет целая ротация состава. Что касается жилья, то мне что нравится, ребята живут в Новогорске, но они не просто тренируются, играют в хоккей. К ним приезжают там, допустим, учители языка, да. То есть у них какая-то социальная, знаешь, такая... Жизнь. Ну, социальная жизнь, да, социальное обучение идет. А ведь чем больше человек знает, это все равно как-то развивает этих ребят. Ну, так вот, и то, что ребята идут на втором месте на Западе, это вообще отлично для меня было таким небольшим откровением. Я, конечно, понимал, что команда попадет в плей-офф, но вот что прям так уверенно, опережает их только Лока Ярославский, но там вообще команда машина. То есть ты сомневался в Прохорове? Я не сомневался в Прохорове, я же говорю. Я рассчитывал, что эта сборная, команда Прохорове попадет в плей-офф. Ну, то, что так уверенно, они там со второго места, в принципе, могут спокойно в этом плей-офф оказаться. Хорошо, нам нужно вернуться к розыгрышу билетов. Ты, кстати, тоже можешь попытать свое счастье, только тебе надо будет выйти из студии. Ответы принимаются только на номер 5533, начиная со слова «спорт». Видимо, будем выбирать не только правильный ответ, но и того слушателя мы удивим, который будет первым. Итак, вопрос. Вернемся в первый сезон континентальной хоккейной лиги. Назовите имя и фамилию вратаря, который отыграл на ноль последним в первом сезоне КХЛ. После него уже сухарей не было. Все, сезон закончился. Я не буду выходить, потому что я не знаю. Отлично. Я остаюсь здесь. В любом случае, пишите 5533, начиная со слова «спорт». Напоминаю, вы сможете выиграть билеты и отправиться на матч любимой команды. Какая, кстати, у тебя любимая команда и в «Молодежке», и в «Континентальной»? Ну, смотри, так как я сейчас являюсь экспертом и комментатором, то, в принципе, я не предвзят. Ну, если говорить о молодежной хоккеи, то, конечно, МХК «Спартак» все-таки я провел тут 4 или 5 сезонов. Поэтому, конечно, определенные симпатии к красно-белым имеются. Хорошо. Скажи, ребята, с которыми ты играл, кто-то сейчас из них есть в «Континентальной» хоккейной лиге? Как много? Ну, я не знаю, как много, если так вспоминать, то кто Медведев, Мамкин, Желдаков, Югра. Ну, много, короче. Улик Васильев, Авангард. Ну, да, все, кроме меня. Хорошо. Что было не так с тобой, Артем? Ну, да, все уже там. Ну, не очень играл хорошо, вот и не попал никуда. За счет чего тогда ребята все-таки выбились и попали? Слушай, ну, там талант у ребят, конечно, огромный. Только талант и все. А как же работают? Вот есть же такая формула успеха. Талант 10% и работоспособность 90%. Не слышал такой? Вот поэтому ты здесь сидишь. Нет, я просто вспоминаю песню, там немножко по-другому распределялось. Ну, расскажи, Артем. Мы же беседуем, нам интересно. Я точно не помню, как, но там что-то, там еще какие-то условия были. Там и сила, и тренировки, да, и работы, и то, что тебе дано, и удача. Поэтому тут можно долго про формулу спорить. Да нет, ну, о чем здесь говорить? Просто некоторые ребята, ну, откровенно говоря, играли лучше меня в хоккей, и тут ничего такого, по-моему, нет. Ну, ладно, не говори сейчас о себе. Плохо. Давай я по-другому задам вопрос. Вот смотри, деньги вы получали? Это же труд, работа. Ну, конечно. Ну, просто многие же обычно, как думают, что все спортсмены, они миллионеры, у них все замечательно, это хорошо. Вот скажи, хоккеисты молодежной хоккейной лиги, они очень много зарабатывают? Да нет. Ну, учитывая то, что в этом возрасте, скорее всего, ну, почти все живут с родителями, то, в принципе, этих денег там хватает, чтобы сходить в кино, сходить в кафе. А так, ну, я бы не назвал, это какие-то прямо... Ну, откровенно говоря, это какой-нибудь... Ну, не так много. Ну, я знаю, что там есть какой-то парень, ездит он на «Лексусе» последней серии, и все говорят, вот, значит, все миллионеры. А на самом деле ему папа купил. Ну, такое вот... Ну, точнее, вот те, кто так ездит, тем папа как раз и купил. То есть нельзя сказать именно о хоккеистах, о МХЛ, что деньги молодежь как-то извращают? Да нет, в МХЛ на самом деле нет таких зарплат, чтобы прям... Чтобы прям кто-то мог там все что-то позволить, там, жить один, что-то серьезное купить, нет тут. Там такого не присутствует. Оцени шансы. Вот хоккеист играет, замечательно играет в МХЛ, подходит срок, вроде уже по возрасту не проходит, а в континентальную хоккейную лигу не берут, что делать? Ну, тут зависит от команды. Потому что... Ну, ты же эксперт, рассказывай. Ну, допустим, если ты играешь, да, за СКА-1946, вот ты подрос, и тебе надо в состав СКА пробиться, то это тяжелее, скажем, чем пробиться в тот же «Спартак». Потому что уровень игроков континентальной хоккейной лиги просто между СКА и «Спартаком» выше, поэтому туда попасть сложнее. Но вообще, вообще, это возможно. И если, ты знаешь, тут еще такая история бывает, можно попасть к тренеру, вот тебе это... Есть тренер первой команды, да, КХЛ, и вот он пришел на матч, и вот ему на матч МХЛ, ему понравилось, как ты сыграл, и вот он прям, знаешь, бывает так, зацепила его чем-то твоя игра, и вот он тебя начинает подтягивать, подтягивать, но, естественно, никакого там среднего игрока, такого топового. И тогда вот у тебя как раз появляется отличная возможность заиграть в КХЛ. Ну, а так, на самом деле, много, очень много выпускников МХЛ, которые сейчас играют в КХЛ, это даже, ну, как-то не обсуждается. А если не получилось, что делать? И возраст все уже, молодежь не может шевать. Ну, если вы же хоккейная лига, вот, пожалуйста, туда. Ну, многие хоккеисты не хотят туда ехать. А что делать? Ну, я вот у тебя спрашиваю, ты же эксперт. Ну, вот я и говорю, а что им остается делать? Ладно, если там у кого-то, кто-то еще может быть, правда, такое очень редко случается, успевал где-то образование получать еще и в каком-то более-менее нормальном университете, да? Это одно дело, а то, что большинство едет в высшую хоккейную люгу, и, в принципе, это тоже своеобразный трамплин, через который можно попасть в КХЛ, и таких тоже примеров немало. Ну, кстати, мы с тобой уже в следующей четверти разовьем тему, касающуюся молодежного чемпионата и северно-американских лиг. Потому что я знаю, некоторые родители просто предпочитают своих детей отправлять туда. Там у них тоже ничего не складывается, но они в каких-то платных лигах играют. Но, я уже говорю, эту тему нам придется уже оставить на потом. Я все еще жду ваши ответы, пока нет правильного. И мы отправляемся на рекламу, выпуск новостей. Оставайтесь с нами, 100% хоккей продолжим. Не, ну, если относительно того, что я сюда пришел радиоэфира, как-то я уже привык так говорить, говорить и вот... Да, тем более, вроде как не видно. На самом деле, у нас есть видеотрансляция присоединяйтесь, чтобы узнать, как выглядит Артем Батрак, если вы его еще не видели. Но все-таки вернемся также к нашим билетам, розыгрышу. Пока что нет правильных ответов. Я напомню вопрос. Первый сезон континентальной хоккейной лиги. Давайте все вспомним. Все вспомнили, Артем? Артем ничего не помнит. Назовите имя и фамилию вратаря, который отыграл на ноль, последним, в первом сезоне КХЛ. После него уже не было, не было сухарей. Нет, это не Галимов. Нет, это не Анисимов и не Гарнет. И не Еременко. Дальше угадывайте. Я жду 5-5-3-3, начиная со слова «спорт». Артем, не говори. Я вижу, что ты знаешь правильный ответ. Молчи. Ждем, ждем, ждем. Итак, давай все-таки продолжим наше общение. Пока что о молодежном хоккейном чемпионате. Итак, давай все-таки остановимся на кубке вызове. Насколько я знаю, там представители 29, по-моему, команд. Там много представителей. Да, практически все команды представлены. Из некоторых команд, конечно, чуть побольше. Вот из Нижнекамска, да, там 2 человека или даже 3, по-моему. Учитывая то, что Нижнекамск принимает, это, конечно, ну, повлияло, конечно же, на выбор. И, кстати, лучший бомбардир чемпионата также играет в Нижнекамске. Поэтому там его ждет как бы такая отдельная поддержка. Ну, а что касается вообще кубка вызова, да, то это седьмой кубок вызова. То есть, кажется, сезон МХЛ проводила матч звезд свой. Вот, пока 4 раза победил Запад, 2 раза Восток. Я не знаю, как будет в этом году, но вот если так вот поглядеть на состав. Да, предпосылки какие. Если вот так просто посмотреть на состав, то учитывая, ну, ты знаешь, предположить на самом деле тяжело, но из Лока очень много народа. И раз из Лока много народа, там и вратарь, да, Антон Красоткин, кстати, сын того самого Красоткина, который играл за локомотив, и который сейчас будет тренировать команду Запада. Он даже уже в заявку попадал в КХЛ. Ну, в заявку попасть-то можно, а вот другое дело... Ну, это уже что-то. Ну, да. Начало. Почему нет? Так что, в принципе, я, наверное, поставлю на Запад, и даже не важно то, что играют в Нижнекамске, то есть как бы свои стены, да, там, свои трибуны, и лететь ребятам, естественно, кому-то меньше, кому-то даже не лететь, а, наверное, ехать там на поезде, на автобусе. Поставлю на Западе, все-таки сам всегда играл на Западе, а тут небольшое такое предпочтение. Ну, слушай, это просто звучит уже как блат. Знаешь, какой... Да, что за блат, Дарья? Ты любишь Запад, все, мы все узнали и услышали об этом, значит, ты всегда будешь болеть за Запад. Смотри, какой вопрос. Мне несколько недель назад позвонила мама, я думаю, очень часто все-таки люди с такой темой сталкиваются, мама хоккеиста, и мужа, я думала, сначала речь идет о ребенке. Оказалось, мальчику уже 18 лет, здесь у него что-то не получилось и на драфте, в молодежный хоккейный лиг он уже не попадал, видимо, именно по уровню игры, и родители отправили его в Америку играть в платную лигу. И вот сейчас они сетуют, говорят, вот, да, в России здесь все плохо, в хоккее все по блату, вот, лучше играть в платной лиге в Америке, но в то же время спрашивают у меня, а как нам вот теперь попасть в молодежную сборную или вот куда-то еще что делать? Артем, что делать? Ну, смотри, во-первых, естественно, человек, который не получил здесь, будет говорить, что все плохо. И я скажу откровенно, если игрок не попадает на драфт в молодежной хоккейной лиге, это, конечно же, еще ничего не значит, но это уже говорит, на самом деле, о определенном уровне, и к тому же, если ему 18 лет, потому что на драфт, на ярмарку юниоров, точнее, попадают раньше, там, в 17, даже в 16 лет кто-то, то есть, а тут уже 18. Ну, вообще, я знаю историю одного игрока, который также не попал на ярмарку юниоров МХЛ, уехал играть в платные лиги, в Америке поиграл в платных лигах, вернулся в Россию там через пару-тройку лет, немножечко поиграл в МХЛ, подключился в КХЛ и сейчас играет в КХЛ, то есть, на самом деле, еще ничего не потеряно, но, если честно, это, я так, наверняка таких историй чуточку больше, просто это мой знакомый, и я на его примере это знаю, но это вот единственный человек, которого история мне известна. Ну, опять же, значит, у человека все равно есть какие-то предпосылки и характер, наверняка, когда он уехал, он не говорил, что здесь все так плохо. Ну, подозреваю, что не говорил, потому что все-таки, если говорить это еще, и, наверное, там еще кто-то услышит, то, наверное, тогда тебе уже все-таки тяжело, там, ты где угодно можешь играть, а сюда уже, может быть, и не попадешь, только если там не станешь какой-то суперзвездой, что, в принципе, в платных лигах сделать, ну, точнее, сделать суперзвездой себя в платной лиге довольно легко, потому что там уровень, понятное дело, будет не самый высокий, но другое дело, себя сделать там суперзвездой даже на уровне МХЛ, это тяжело. Ну, Артем, а как попасть в команду к Виталию Прохорову? А, ну, только для начала тебе должно быть меньше 18-ти. Их я опоздала. Ну, да. Ну, кстати, он девочки, я не знаю, по-моему, не берет. Ну, все-таки там мужская сборная. Ну, хорошо, давай поговорим, представляешь, допустим, у меня есть 18-летний брат, и я хочу его вот как-то определить. Да нет, ну как, Виталий Прохоров набирал команду, у него в команде там всего несколько человек, у которых уже был опыт игры в МХЛ, а остальные все, ну, там у нескольких еще был опыт игры в МХЛ-Б, а остальные просто из Дюшора попали. И вот он собрал эту сборную, которым кому-то 17, кому-то 16 лет, вот, собрал их и начал готовить. Он, у него есть определенный план, он, кстати говоря, не только тренер-то этой сборной, он еще и директор Центра подготовки юных хоккеистов, то есть у него там, ну, в этот центр, естественно, входит не только эта сборная, но и сборная, которая еще моложе, там, Ю-17, Ю-16, поэтому он, как бы, всю систему вот эту контролирует, ну, и вот сейчас у него с первого раза, у Виталия Прохоров, получилось, получилось очень хорошо. Ну, конечно же, показателем будет это юниорский чемпионат мира, да, который пройдет в конце сезона, но все-таки пока, пока видно, что команда прибавляет даже относительно тех матчей, которые были в начале сезона, ну, а как попасть, это надо просто по своему году, всегда играть хорошо, быть лидером, тогда ты попадешь на карандаш, конечно же, к скаутам сборной, Виталий Прохоров там посмотрит на тебя, вызовет, ну, если ты понравишься, ты будешь играть, ведь при том, что сборная собралась одним составом, отыграли где-то, наверное, полтора месяца, Виталий Прохоров понял, кто ему нравится, кто нет, кто-то уехал обратно в клубы, а кто-то наоборот, то есть начинал сезон, ну, я просто на примере со спартаковцев пока не знаю, вот, Иван Косаренков начинал сезон в МФК «Спартак», здорово играл и даже забивал как раз-таки этой сборной в матче, и вот после там, наверное, десяти туров Ваня отправился в сборную, и вот теперь до сих пор находится там, и вот сколько матчей я видел, место во второй тройке, то есть можно доказать свою игру, и во время чемпионата тебя увидят, пригласят, ведь фактически это все равно та же самая сборная, просто сборная, которая поедет на чемпионат мира и все равно туда поет лучшее, просто другое дело, что она весь сезон фактически находится вместе. Ну, как ты думаешь, это был хороший эксперимент, удачная идея? Ну, вот я говорю, на самом деле самый показатель будет этот чемпионат мира. Но сейчас же они тоже идут хорошо в турнирной таблице. Ну, понятно, но главное-то, ну, они здесь играют просто для того, чтобы сыграться, потренироваться, там, почувствовать друг друга, все равно главный старт это юниорский чемпионат мира, но все равно есть огромный плюс, вот как я и говорю, то, что они приглашают разных специалистов из разных областей социальных, да, и у них там проходят уроки, проходят лекции, то есть ребята, ну, знаете, знаешь, Даш, некоторые бывают, там, сходил на тренировку, в университет не пошел, в школу не пошел, а вот тут вот все приходят. Об этом уже дальше, только больше. Оставайтесь с нами на Волнах Спорт.ФМ. Когда Антон Палыч Чехов, работая врачом, прижигал ранку пациента йодом, тот говорил. Палыч ржет! А Петрович ржет, когда предлагает аккумуляторную дрель-журуповерт Бош. Всего за 3490 рублей. Строительный торговый дом Петрович объявляет акцию Петрович ржет! Подробности на petrovich.ru Цена действительна до 27 марта. Количество товара ограничено. ООСД Петрович, Москва. ОГРН 114-774-659-08-59. Москва, улица Бутырский вал, дом 68-70. Строение 1. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ. 620-46-64. Код Москвы 495. Спортивные легенды на Спорт.ФМ. Владислав Третьяк, пожалуй, самый знаменитый вратарь в истории хоккея. И это несмотря на то, что впервые взял клюшку он только в 11 лет. А в ворота встал и того позже. Зато потом прогресс пошел стремительно. В 15 Владислав вошел в команду мастеров ЦСКА. В 16 дебютировал в высшей лиге. В 17 он попал в первую сборную. А в 18 стал чемпионом мира. К 20 ему покорилось олимпийское золото. Жизнь Третьяка стала однообразной. Случаи, когда его команда не выигрывала какой-то турнир, были огромной редкостью. Так вышло, что в важнейшем матче зимних игр 1980 года советская команда неожиданно уступила американцам и не смогла взять золото. Впрочем, на следующий год вратарь помог сборной одержать победу на Кубке Канады. Третьяк завершил карьеру в 32, вскоре после того, как стал олимпийским чемпионом в третий раз. Город. Город. Герой-герой. Один город. Один чемпион. На Спорт-ФМ. Город. Зеленоград. Район Крюково. Герой. Евгений Ловчев. Советский футболист. Чемпион СССР. Я не городской житель, я знаменитый в деревне Крюково. Это сейчас там Зеленоград. И оттуда взяли когда-то могилу неизвестного солдата и перенесли к Кремлевской стене. А у группы Самоцвета была такая песня «У деревни Крюково погибает взвод». Но самое главное, я помню, это послевоенное время было, мне 13 лет было. Плакал, стоял. И когда сегодня празднуют вот эти вот юбилеи, да, для меня это ценно. И я это помню, и я это знаю, что это такое. Крюково и Евгений Ловчев. Город-герой. Каждый день на Спорт-ФМ. Если в 30, 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идеалом благополучия. Советский ученый Валентин Гореневский. Там придется простоять примерно 20-25 минут. Я Дмитрий Дерунец. А я Нобель Арустамян. Мы давно в футболе. Мы давно знакомы. Пришло время говорить серьезно. 100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день. С 5 до 7 вечера. Спорт-ФМ. 100% хоккея. Всем привет. Это по-прежнему мы. 100% хоккея. С вами я, Дарья Миронова. И в гостях у меня Артем Батрак. Эксперт КХЛ-ТВ и Матч-ТВ. А также человек, который сам играл в хоккей. Поэтому он 100% профессионал. Так ли это, Артем? Ну, ты знаешь, учитывая то, что на уровне континентальной хоккейной лиги я сыграл всего 4 игры, то я не думаю, что меня можно назвать прям 100% профессионал. Но к нашим темам я очень серьезно готов. Все-таки говорим о молодежном хоккей, насколько я понимаю, Даша. Ну смотри, нет, мы будем говорить и о континентальной хоккейной лиге. Меня здесь другое волнует. Вот скажи мне, человек, который совсем не играл в хоккей, может вообще быть экспертом? Слушай, честно, очень тяжелый вопрос. Нет, ну вот понимаешь, у меня к тебе не могу придраться. Ты знаешь, о чем говоришь. Это не важно, мы говорим о национальной хоккейной лиге или континентальной. Ты имеешь представление, что такое хоккей? Ну, конечно, эксперту, который играл, намного легче, потому что он сам это проходил, он сам понимает какие-то ситуации на порядок лучше, чем человек, который просто ее видит со стороны, потому что просто, да, зритель, он может не учитывать разные ситуации, которые учитывает в своей голове игрок, которого уже, примерно, там, конкретный, да, конкретный выбор, и он знает, что ему делать. Просто я почему немножко сомневаюсь, потому что ведь... Ты скромный. Нет. Ну, хотя да. Ну, сомневаюсь по другому поводу, потому что есть, ну, достаточно тренеров, которые, в принципе, ну, практически не играли, то есть бывают там... Ну, как они не играли, на профессиональном уровне. Ну, да, ну, бывает, ну, вот в НБА, да, есть, насколько я знаю, но, насколько я слышал, вот так лучше, то, что есть там некоторые специалисты, которые, ну, фактически баскетболом не занимались в свое время, но сейчас вот они главные тренеры. Ну, они, значит, хорошие педагоги, здесь много другое. Ну, да, тренер, но это почему не педагог? Ладно, пока мы не поспорили, не устроили драку, давайте все-таки подведу итоги нашего конкурса. Вопрос был, немного забыла свой вопрос, а... Артем, ты помнишь, да, разговор? Назовите... Назовите вратаря, который в первом сезоне КХЛ отстоял последний матч в сезоне на ноль. Да, и после него не было, это был первый. Он молодец, вопрос на засыпку. Нет, у нас есть правильные варианты, появились, но мы отмечаем самого первого. Я просто говорю, вы нам написали в 16.23 по московскому времени и номер телефона заканчивается на 11.24. Я так понимаю, это Москва и область. Правильный ответ Сергей Борисов. Ну да, я вот и начал смеяться. Это был, знаете, вопрос, да, немного такой со стрингой. И мне казалось, что, ну, как-то многие хотя бы наугад, но будут... Мне кажется, что многие действительно просто так называли, фамилии угадывали. Потому что если открыть статистику, то можно же узнать. Ну да, на это потребуется не так много времени. А сколько попыток было до Сереги? Ну, до того, как появился правильный ответ, ну, ты заставляешь меня просто сейчас тратить время читать. Ну, вот я же говорил, Галимов, Коваль. На самом деле были разнообразные. Кошечкин несколько раз, Гелашвили, даже Тайлер Мосс попал. О! Ну вот, да. Ну, все-таки это оказался и Сергей Борисов, и даже не Сергей Николаев, и не Хабибуллин. Давай вернемся все-таки в континентальную хоккейную лигу. Смотри, вот такой вопрос. Команды, которые с года в год вроде как подводят, ну, болельщиков, подводят и сами себя, что с ними делать? Например, Амур, что тут говорить? Не буду скрывать, о чем я. Ну, Амур, да, там команду очень любят. И правда, что вот из сезона в сезон, да, и правда команда выступает не лучшим образом. И на самом деле в этом году вроде бы где-то начало было очень неплохое. Там команда, да, по некоторым показателям, по-моему, как и игра в меньшинстве была на первом месте в лиге или на втором. То есть... Два дня? Нет, нам подольше. То есть, может быть, пару месяцев. Ну, конечно. Вот. То есть было у команды какой-то стержень, за счет чего она держалась. Но, опять, мы говорим о том, что командам с Дальнего Востока так или иначе тяжело. Да, понятное дело, что тут команда прилетает на Дальний Восток из западной части России, ей тоже тяжело, но это один-два... Ну, сейчас уже два матча, получается. А хабаровчанам постоянно надо ездить. Хотя, ну, тут просто не сошлось. Вот как сошлось у Адмирала? Да, они же не используют такую отмазку. Нам далеко летать, мы Адмирал. Хотя у них самолет был с самого начала. В отличие от Амура. Это имеет значение. Не, ну у Адмирала просто сошлось. Сошелся тренер, сошлись игроки. Вот как-то вот эта синергия, она вся оп, и команда заиграла хорошо. Ведь мы помним то, что у Адмирала был-то провальный отрезок. Когда Андреевский подал в отставку, там они с крупным счетом проиграли. И руководство эту отставку не приняло. И что после этого Амур просто-напросто преобразился. И Амур сейчас очень и очень неплох. Имеет даже шансы начать плей-офф у себя дома. А вот сейчас конкретно уже в плей-офф, вот это вот Дальний Восток или Запад, это уже очень важно. Слушай, ну у меня знаешь, какой вопрос сразу я вспомнила? Медвещак. Помнишь, они играли, как ты мне уже сам напомнил, в Адмирале, в Владивостоке. И была такая ситуация, когда у них не было второго вратаря, они просто никого не заявили, вот одним играли. Да, одним вратарем оказался Юаким Лундстрим. Дэнни Тейлора вообще не было в этой поездке. Что-то там, вроде как они контракт расторгли, при том как-то это сделали незаметно вообще. Никто об этом просто, собственно, не знал. Второй вратарь травмировался. И вот Юаким Лундстрим был один в заявке, и правда, и это было очень-очень удивительно, потому что, ну, по идее, по регламенту такого быть не может. То есть должен полевой игрок одевать форму вратаря. Или тренер вратарей. Ну, такие случаи были в национальных. Ну, в общем, так или иначе, Медвещак вышел с одним вратарем, но потом Лига сказала то, что да, мы разрешили, но, наверное, если разрешили, то почему и нет-то, если с Лундстримом все хорошо, и, слава богу, матч закончился, при том, там игра-то упорнейшая была. И, кстати, не лучшая для Лундстрима. Возможно, он расслабился, понимая, что его ни в коем случае не заменит. Но там несколько шайб, конечно, были чистой воды его. Ну, да, на самом деле ситуация довольно странная, потому что вот у меня, когда я играл в МХК «Спартак», была такая же ситуация. Ну, мы вообще поехали на выезд, вратарь травмировался, он просто не может, он даже переодеться не может. А, нет, он перед выездом травмировался. Ну, в общем, поехали с одним вратарем, и у нас самого молодого игрока, который не попадал в состав, взяли с собой форму вратарскую, и говорят, Серега, ну, одевай форму, все, и выходи. Он вышел на разминку, катался в вратарской форме, встал даже на ворота там на пару минут. Но мы, конечно, ему не бросали сильно, мы просто катали шайбу в сторону ворота. Но, на самом деле, это уже было очень смешно. Но, тем не менее, у нас в заявке было два вратаря, и неважно, что этим вратарем был, на самом деле, нападающий. Он был в вратарской форме, и вот он находился вместе с нами на скамейке. Это правильно вот так вот, отступление от регламента? По сути, в следующий раз другая команда скажет, да, зачем лишний раз второго трогать, он у нас там простудился, давайте тоже позвоним в лигу, договоримся. Ну, я не знаю, это уже, слушай, да, как клубы с лигой общаются, это, мне кажется, их дело. И если лига разрешила, то нам ничего не остается, кроме как. С этим мнением согласиться, да, к тому же, слава богу, я говорю, с Лунстремом ничего не произошло. Вот если бы, не дай бог, вот у него была травма, тогда, конечно, я думаю, резонанс это история. Фактически так-то резонанса нет, да, мы только немножко обсуждаем это. Ну, да, у нас работа такая. Болельщики обсуждают, мы обсуждаем. Многие обсуждают, что вот болельщики Бурана сейчас собирают деньги, на то, чтобы выплатить это неустойку в миллион рублей. Ну, хотя там Буран еще и апелляцию подал, я вот сегодня прочитал. Ну, видишь, как здорово. Уже судебные процессы у нас. Вот к чему приводит русская классика, конечно. Нет, ну это здорово было, особенно погода. Слушай, ну у меня вот другой вопрос такой, тоже на загрузку, может, даже я на тебя где-то наеду, смотрела, вот я один из твоих эфиров как раз на тему воротарей, что не было второго в заявке, и ты вот такую вещь рассказал, таинственную, интересную для меня, что в Америке там бывает, что у команд есть третьи воротари в каждом городе. Что это такое, Артем? Значит, смотри, это такая история. Команда договаривается перед началом сезона с каким-то непрофессиональным воротарем, ну, скорее всего, это воротарь, который когда-то играл, и договариваются с ним, ну, условий пока никаких нет, и ничего не подписано. Они просто говорят, что если что, во время игры ты приедешь, мы с тобой прям подписываем контракт, там, 500 долларов, вот, ну, как вот та история, которую читал я, 500 долларов, и ты, тебе дают майку, и ты неожиданно занимаешь место, ну, если не в воротах, то хотя бы на лавке, но при том, что ты можешь занять место ворот как другой команды, так и своей, потому что кто знает, что произойдет. Да, вообще... Ну, я, честно сказать, в шоке. Давай просто напишем этому человеку, который статью выпустил, потому что он всех нас пытается запутать и обмануть. Не бывает такого. Это человек, который эту статью... Точнее, человек, который оказался в этой ситуации, он это и написал. Есть блог, да, на ThePlayersTribune.com, и вот там игроки пишут, ну, просто свои мысли. Там бывают вот очень интересные порой истории, ну, и вот Сантино Васки, резервный голкипер Миннесоты Вайлд, как раз ему пришел звонок, он поехал. Там как было, Миннесота играл с Рейнджерс, и у Рейнджера... А он хотел попить пиво и с другом посидеть, посмотреть этот хоккей. Он сам раньше играл. Ну, и пришел, начиная, хорошо пиво не пил, хотя это он не сказал, не написал. Вот, ну, и на второй минуте голкипер Рейнджерс, причем стоял второй вратарь, они, Лунквис, получают травму, уходят вообще со льда, ну, и тут ему звонок. Он говорит, ну, да, я поеду. Приехал ко второму периоду, его встретили, провели в раздевалку, правда, знаешь, в отдельную почему-то. Вот, но он сидел, ждал, и потом он просто сидел, смотрел хоккей, и об этой истории пошел резонанс, ему начали смс-ки писать, и он, чтобы все поверили, он скинул фотографию, ну, он сделал селфи, и просто выложил там в Инстаграм свой, и сказал, типа, да, вот он я, я здесь, и хотелось бы, конечно, говорит, сесть на лавку. На лавку он, однако, так и не сел, забегая вперед, но, тем не менее, некоторых игроков он знал, и после второго периода игроки... ...футбола, 15 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов хоккея. Ну что, у нас стартует финальный период сто процентов хоккея. С вами я, Дарья Миронова, и в гостях Артем Батрак. Он нам сейчас рассказывал просто сногсшибательные истории о том, как в вратарии заявляются, не заявляются, ведут себя очень плохо. Продолжай свою историю, Артем. Так вот, Тина, на самом деле, таких историй, ну, достаточно. Ты сама знаешь, когда там вот некоторые подключали там своих операторов, да, просто другое дело, что... Ну, кого-то нужно посадить на лавку хотя бы временно. Смотри, вот Тина Васкис, он просто знает, во-первых, тренера по физподготовке Миннесота Уайл. Ну, плотной, как обычно. Ну, естественно. Ну, просто так же не попадешь даже на лавку в Анхелл. Вот, во-вторых, он летом, он вообще по профессии сейчас тренер вратарей. Такое, ну, летние лагеря проводит. И во время этих лагерей так же, ну, там в августе, в конце августа, в сентябре уже Анхелл начинает готовиться к сезону. И они иногда его просят выйти на лед, да, то есть постоять, защищать ворота. Нет, вот в том-то и дело. И он как раз в своей истории говорит, в моей голове очень много мыслей, вот когда он уже в раздевалке сидит. И он говорит, я знаю, что если я выйду, то я не буду пропускать каждый бросок, потому что я уже тренировался с игроками национальной хоккейной лиги, я чувствовал силу их броска, и, конечно, он, я понимаю, говорит, что если я вдруг встану в ворота, то мне игроки Нью-Йорка будут помогать очень сильно, потому что я не являюсь просто-напросто профессиональным вратарем. То есть, на самом деле, этот человек был готов. Ну и вот, правда, это он даже на лавке не посидел, но все-таки на матче. Ну вот опять, видишь, здесь хотя бы на лавку, но кого-то запихали. Так, поблажек в регламенте нет. Наш конкурс уже закрылся, можете не писать. Ну хотя просто показывайте нам знания вратарей континентальной хоккейной лиги. Артем, давай все-таки подытожим как-то. Осталось у нас две игры. Чемпионат заканчивается. Конечно, хочется плакать, но чего нам ждать в плей-офф? Ты как плакать-то, наоборот, начинать с плей-оффа самое интересное. Или знаешь что, давай поговорим о последних двух играх. А о плей-офф мы будем с тобой в следующий раз разговаривать. А, ну ладно. Так как последние две игры? Я имею в виду два последних дня, да. Так там игры-то сколько там, обалдеть? По 11 или даже 13 игр. Ну, кто еще во что может себя угораздить? Какие проблемы, что показать? Борысы я знаю, ну что от них чего ждать? Ну, Борысу, конечно, надо побеждать, да. Там вообще вот на Востоке, конечно, битва идет. Серьезно, если на Западе уже все понятно, то на Востоке, да, там серьезная борьба. Борысу, ну я вот, честно говоря, я даже не готов ни на кого из этих команд поставить, потому что, в принципе, у всех, у всех есть свои плюсы, у всех есть шансы. И в последнее время как раз вот эти вот команды, там, автомобилист, нефтехимик, ну, автомобилисты, нефтехимик в первую очередь играют более-менее здорово. Вот у Борысы, да, какая-то небольшая проблема все-таки в игре возникает. Конечно, но у них не хватает игроков. Играет одно звено. Ну, одно звено и то, легионеры-то играют не всегда. Я имею в виду, что на льду они всегда, но не всегда показывают тот уровень, который может быть. И зачастую связан с тем, что многие понимают, закрою Бориса легионеров, и, в принципе, можно будет довольно легко победить. Ну, а зачем тогда они нам нужны в плей-офф? Кто, Борыс? Да. Я их закрыл, вот, как уже сказали. Одно звено, вратари как-то тоже нестабильные в этом сезоне. Ну, слушай... Пусть нефтехимик. Ну, я так по-женски сейчас раздаю места. Ну, к тому же в нефтехимик, он выдали уже кубок вызова, МХЛ. А, то есть все, для них хватит. Какой ты злой, оказывается. Ну, хорошо, в плей-офф. Вот, честно сказать, я не могу как-то судить, кто явный претендент. Да, все, кто, видимо, попадет у нас в плей-офф, все, кого мы увидим, они, по сути, являются претендентами. Но, вот, я не знаю, не могу назвать, кто в этом году выиграет кубок Гагарина. Вот нет одной такой явной команды, которая всех задавит. Здесь я с тобой соглашусь. Если называть Запад, ну, кто-то, ЦСКА-Локомотив. ЦСКА-Локомотив. Динамо при Орешкине играет довольно неплохо. И я бы еще ЦСКА сюда, в эту группу, поставил. Конечно, ну, относительно, допустим, того же Локомотива ЦСКА шансов лично для меня у питерцев поменьше, но я бы их обязательно поставил, потому что состав у них хороший. И временами показывают они очень хорошую, и главное, по содержанию игру. Что касается Запада, то там бы я отдал предпочтение, наверное, в Магнитке, наверное, словатам. Наоборот. Что наоборот? Магнитка, она же не Запад. А, я говорю, а, ну, на Востоке. Ты сейчас меня проверяешь, я поняла, Артем. Не переживай, хотя бы конференции я различаю. А, подожди, ты еще не такой. Мне кажется, если бы я тебе задавал вопрос, ты бы даже лучше меня ответила. Нет, ты эксперт, Артем. Давай не будем скромничать. Смотри, какой у меня следующий вопрос. Как ты думаешь, куда же уедет Кубок Гагарина? Хотя бы так, не по командам, но это будет Запад или Восток? Даже невозможно ответить. Невозможно ответить на этот вопрос. В этом сезоне, правда, нет команды, которая прям выделяется. Просто, ну, ЦСКА выделяется, но это регулярный чемпионат. У ЦСКА, откровенно говоря, есть лидеры. Ну, есть Радулов, есть несколько лидеров и есть остальные. Ну, это для меня. И если выключить Радулова, это уже, ну, там, треть команды выключить лидеров, то это уже больше половины получается. Наоборот, ЦСКА не создают особой помехи без Радулова и без обороны. Понятное дело, что у Сорокина, конечно, есть, но мы тоже не будем забывать, что все-таки парень еще... Развивается. Да. Вот развивается. Это абсолютно точное слово и верное. Молодец, Даш. Спасибо. Ну, вот Сорокин, если будет играть так же, как играть в регулярке, то да. Если у ЦСКА получится играть так же, как в регулярке, то вот это, пожалуй, претендент. Но это будет плов, там пойдет уже другой хоккей. И, правда, там будет уделяться внимание и лидерам, и вообще, как ты играешь. И будет, возможно, такая игра, что в первую очередь не пропустить. Сейчас и так много таких игр, но в плов это все будет в два раза серьезнее, и к этому будут относиться просто по-другому. Если сейчас не пропустить это еще ладно, то в плов уже будет не пропустить точно. И вот будет, в общем, тяжело. Хорошо, пытаешься выкрутиться. Что насчет молодежной хоккейной лиги? Кто же там будет чемпионом? Слушай, а вот там, кстати, там Лока. Ну, не будет он чемпионом, но вот в МХЛ я, да, я Лока назову вообще так, даже можно даже в турнировую таблицу не смотреть, хотя, конечно, можно и посмотреть. Ну, ты попробуй посмотри. У меня другой вопрос пришел от радиослушателя, 5533 начинает со слова «спорт». Континентальная хоккейная лига. Аббревиатура на английском получается KHL. Для меня все правильно, потому что KHL — это бренд. Кто-то требует, чтобы изменили на C. Но, во-первых, если мы это заменим, типа континентальная, да, C, вот, получается, уже у нас есть такая лига, CHL. Центральная хоккейная лига. Уже будет большой такой конфуз, путаниц, нам это не нужно. Это раз. KHL — это бренд, KHL — это бренд. Поэтому, как все буковки расставили, все правильно, все красиво, Артем. Даша, ты только что сама ответила, и мне остается только согласиться. Ну, ты эксперт, я должна спросить, ты поддерживаешь или нет. Я тебя эксперт по брендингу и ребрендингу, что ли? По хоккею. По хоккею. Нет, ну а что, континентальная хоккейная лига, KHL. Но требуют на C изменить. Кто? Ну, болельщики какие-то говорят неправильно на английском получается. Я первый раз так о ком слышу, как-то, ну, может быть, не получается. Ну, как там, на C, континенталь. Да. Ну, я помню, только дворец-спортсокольники назывался континенталь-арена. Это, по-моему, там шины, что ли, какие-то были. Мы остаемся на KHL. KHL — это наш бренд, это наша лига. Благодарим, Артем, и за то, что пришел к нам 100% подошло к концу. Спасибо. Пока. Реклама Раз, два, будь умнее большинства. Три, четыре, поселись в своей квартире. Пять, шесть, если только деньги есть. Семь. Семь. Ипотека с господдержкой на уникальных условиях. Успей купить квартиру бизнес-класса до роста цен и ставки. Жилой квартал 1147 на Алексеевской. Звони 495-966-488. Финансовый партнер АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на домдефис1147.ру. Телефон рекламной службы «Спорт.Этем». 620-46-64. Код Москвы — 495. Что делать, если... Что делать, если... Что делать, если я не могу сбросить вес, даже несмотря на постоянные тренировки? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует. Сам по себе вес на самом деле не должен нас беспокоить, потому что наша масса тела складывается из нескольких компонентов. Это жировой компонент, мышечный компонент, костный компонент и другие компоненты. Соответственно, у нас есть жидкость в организме, которая также добавляет вес. Если существует такая проблема, что много тренируетесь, но при этом вес не сбрасываете, то здесь совершенно понятно, что происходит прирост мышечного компонента и при этом уменьшение жирового компонента, но обычными весами вы никак не можете это увидеть. Изменения этих параметров мы фиксируем с помощью специальных приборов, в которых мы можем видеть изменения отдельно мышечной массы и жировой массы. Если вы регулярно тренируетесь, мышечная масса растет, жировая масса падает, вы становитесь на вид крепче, форма становится лучше, вы становитесь более атлетичным с виду, но весы вам этого не покажут. Вы можете увидеть точно такую же цифру, или даже вы можете увидеть увеличение веса на несколько килограмм, что может вас очень сильно расстроить, но при этом прогресс есть, и он всегда положительный при регулярных тренировках. Ирина Зеленкова, ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов слушай каждый день на Спорт.ФМ. Ритмы спорта. на Спорт.ФМ. Фильм «Гол». Режиссер Дэнни Кеннон. Песня «Плейграунд Суперстар». Группа «Хэппи Мандейс». Настоящий мужчина не может избегать спорта. Если он любит женщину, он обязан быть здоровым, сильным, щедрым. Актер Арнольд Швард...